И сейчас к теме, за которой мы внимательно следим с самого момента зарождения. Практически, практически, всероссийский проект для студентов и молодых ученых «Билет в Арктику». И вот стартовал уже второй сезон. На этот раз победителей ждет поездка на Ямау и Кольский полуостров. А ученые Арктического и Антарктического научно-исследовательского института приведут, конечно же, вебинары для участников конкурса, где расскажут о научных темах и форматах исследований в высоких широтах, поделятся личными историями о жизни и работе на полярных станциях. Все подробности узнаем у наших гостей. Дмитрий Дробенко, научный сотрудник лаборатории «Арктик-Шельф», Антарктического научно-исследовательского института, кандидат технических наук. И победитель прошлого конкурса Данила Калиникин. Молодые люди, доброе утро. Доброе утро. Дмитрий, наверное, первый вопрос прежде всего к вам. Расскажите, сколько заявок было подано в прошлом году, в этом году? Есть ли какая-то динамика? Да, в прошлом году было подано порядка 300 тысяч заявок. Из них почти 8 тысяч прошли конкурсный отбор. Данила выиграл ее. В этом году было 250 тысяч заявок. Из них 2,5 тысячи прошли отбор и участвуют в конкурсе. Победители пока не ясны. Они будут ясны 11 числа в Москве. Если я не ошибаюсь, то две девочки из Питера даже. Да, 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 две девочки. Вот, поэтому по динамике, как видите, да, немножко сократилось количество участников, но при этом, как отмечают организаторы, качество работы очень высокое. Вот я скажу, что это участницы из Санкт-Петербурга Дарья Хирная и Виктория Черемисина. Мы желаем девушкам, конечно же, удачи. А вот как вы считаете, почему такой вообще большой отклик в сердцах, в умах ученых, особенно ученых из Петербурга, вызывает эта тема? Потому что у нас Арктика – это огромная часть страны, плюс у нас порядка 80% всех полезных ископаемых, не считая нефти и газа, например, там никель, кобальт, марганцевые руды, они все у нас сосредоточены на континентальном шельфе. Учитывая, что мы являемся достаточно значительной частью мировой сырьевой экономики, то получается, что Арктика – это крайне востребованный регион. Плюс, слава богу, мы про нее вспомнили, мы начали развивать ее активно, у нас очень много проектов в Арктике. У Арктического института сейчас проект по вечной мерзлоте, непосредственно, например, на моей памяти строилась Сабета, то есть я вот пришел в институт в 2013 году. В 2013 году поселок Сабета – это было ровное поле абсолютно, то есть там было 3 или 4 домика барака. Сейчас это такой, это такая, не просто стройка века, это завод века, один из самых крупных заводов по СПГ. А где находится этот поселок? Ямал-Ненецкий автономный округ, это Обская губа, там на одном берегу вот эта Сабета уже построена, причем она росла на глазах. Мы были в экспедиции, утром едешь в порт, у тебя там где-то вот такая башенка еще, вечером возвращаешься, она уже наросла метр на три, бетона заливали. И вот с интервалом в 3 года приезжаешь, ты не узнаешь этого места, там огромнейший завод, там сжиживается природный газ, это тоже стройка. Напротив нее строится терминал, реанимируются, восстанавливаются ледовые аэродромы. Ну, начиналось, понятное дело, с острова Котельный, сейчас на ледовой базе Мысбаранова, Институт Арктики, Антарктики, тоже ледовый аэродром, который в прошлом году уже принимал тяжелые самолеты. Там полноценная взлетно-посадочная полоса со всеми огнями, со всем, то есть это сама Сабета из грунтовки, на которой только Ан-2 приземлялся, сейчас это аэропорт международного класса. Вопрос до Анили. Ты спрашивала, Дмитрий, какой отклик вызывает, собственно, почему вызывает такой отклик? Вот, мы сейчас все это увидели. Вот у нас есть непосредственно победитель, который точно расскажет про все свои эмоции, мы за вашей жизнью, работой следим уже достаточно давно. Не первый сезон, да. Не первый сезон, все рассказывали. Как сейчас проходит? Данил уже закончил учебу, надо сказать, и начал работать. Удалось ли как-то практически применить уже свою тему как раз-таки? Да, я работал еще даже во время учебы, еще когда до поездки, во время поездки, собственно говоря, этот проект взялся из работы, где мы совмещали биотех вместе с МЛК, машинным обучением, с искусственным интеллектом, скажем так. И, конечно, этот проект зарядил просто новые ветви по направлениям использования ИИ, в том числе и в моей сфере. Сейчас мы работаем со студентами, у нас в том числе есть у нас компания и партнеры. Кстати, недавно мы запартнерились еще со мной биотехкомпанией, с которой будем развивать пласт направления биотеха. Поэтому в целом проект дал такой толчок с точки зрения распространения влияния на эту сферу, скажем так. Главное, что вы не стоите на месте и продолжаете развиваться. Это правда. Прекрасно, да, что у арктических исследований вообще такие молодые лица. Я вижу, прям горят у вас глаза. Дмитрий, а вот в этом году победители, имена мы узнаем в Москве 11 сентября, уже совсем скоро, отправятся на Ямау, на Кольский полуостров. Чем, вы объяснили все прекрасно с точки зрения полезных ископаемых, но вот именно для научной работы чем интересно? И для молодых ученых. В Арктике погода создается. То есть если мы знаем, какая у нас погода в Арктике, то мы знаем, какая у нас погода будет практически по всему северному. А вы сейчас просто про метеосводки вы говорите. Ну, метеосводки как? Погода, она не только на три дня у нас. У нас погода, она и на месяц, и на год, и есть такие агротехнические прогнозы, да, то есть если мы знаем, какая у нас циркуляция в Арктике, то мы можем понимать с определенной долей вероятности, какая у нас ожидается пассивная, например, в следующем году. И в средней полосе России, да, и на земле. Да, это взгляд в будущее. И как раз таки вот искусственный интеллект, например, там есть проекты, которые позволяют с использованием искусственного интеллекта повышать качество прогноза, его точность, его достоверность. По поводу Ямала и... Кольский полуостров. Кольский полуостров, да. Конкретно какие там исследования, их очень много, я вот так сразу не смогу вам выделить, что нужно. Погода уже много. Ну, у нас есть победители, Данил, ну что, давайте советы на путь, да. Будущим победителям, участвуем. Возможно, это девушки будут, да. Так, ну, во-первых, да, поддерживаю девушек из Петербурга, чтобы они заняли пьедестал и стали победителями этого конкурса. С точки зрения того, что может привести к победе, наверное, не бояться. Посещать какие-то тренинги по публичным выступлениям, это очень важно, кстати, потому что я вот был среди защит, там, 50 с чем-то людей, и очень сильно защиты отличаются, поэтому очень важно себя правильно презентовать и заниматься исследованиями, скажем так. Данила, Дмитрий, мы вас благодарим, спасибо большое. Будущим победителям, участникам. Вот теперь тоже в Арктику захотели. О, отправляйся. Русь не так дорого стоит. Побываем обязательно. Спасибо вам большое. Мы будем следить за конкурсом «Билет в Арктику» обязательно, обязательно. Уверена, что многие регионы нашей северной части России еще полны загадок и ждут молодых ученых.